Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Это индотерминатные томаты, черри, спелая вишня. Всего у меня 9 сортов по 4 штуки. Черная вишня черри, медовый спас, бычье сердце, далее черный трюфель японский, сибирская тройка, это детерминатные, оранжевая сливка, черный принц и петруша-огородник. Многие из вас задают вопросы об удобрении, которое даст томатам и спелость, и рост, и крупные сочные плоды. Это удобрение йод. Использовать его нужно на посынкованные растения и на пролитую почву, как вот у меня сейчас. Сначала растения обрабатываем, проливаем и желательно проделывать эту процедуру вечером или же в дождливую, прохладную погоду, чтобы не дай бог не обжечь корни растения. Естественно, поливаем только под корень. Здесь же в теплице я обычно оставляю по 10 огурцов, которые привязываю к направляющим палкам и пропускаю вот такие подвязки, которые тоже закреплены на лагах крыши теплицы. Это очень удобно. Огурцы здесь зреют быстрее, чем на улице, и поэтому здесь мы получаем первый урожай, а огурцы, которые зреют в открытом грунте, мы получаем в августе и в сентябре, и они идут уже на засолку. Огурцы мы тоже будем удобрять йодом, чтобы плоды были сочными, крупными, сладкими. Раствор готовится следующим образом. На 5 литров воды добавляется 3 капельки йода. Не более того. Хорошо промешивается. Настаивать ничего не нужно. Примерно вот столько. И поливается вечером на пролитую почву, как я уже сказала, по 1 литру под каждый куст. Ваши томаты и огурцы будут не только вкусными, обильно цвести и набирать вес, но и не будут болеть такими заболеваниями, как фитофтора, серая гниль. Использовать можно на клубнике, томатах, огурцах, баклажанах и капусте. Ведь в нашей Сибири почва очень бедная на йод, и заболевания щитовидной железы процветают. Использовать необходимо такую поливку 1 раз в 10 дней и чередовать с бором, нашатырным спиртом, дрожжевыми удобрениями, о которых в моем плейлисте натуральные удобрения очень подробно рассказано. Заходите, пожалуйста, и выбирайте нужную для вас подкормку и нужную борьбу с вредителями на вашем участке. И теперь готовую воду с йодом поливаем по пол-литра, по литру, под каждый политый кустик. Под помидорки, под огурцы. Ну что же, всего вам доброго. Подписывайтесь на наш канал. Пусть ваш урожай будет обильным, сладким, сочным. Не подводит вас, хозяюшек, которые стараются и ухаживают за ним по 6 месяцев в году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!